Про инфраструктуру, какие произошли инфраструктурные изменения в нашей компании и в целом на рынке. Что мы сейчас можем предложить своим клиентам. Расскажу, как работает наш департамент. Также расскажу про рынок акций, облигаций и про другие инструменты, которые могут сейчас выступать альтернативой для классических инструментов, соответственно, акций и облигаций. Далее продолжат мои коллеги Владимир Балиновский, начальник отдела анализ блогового рынка компании «Открытие инвестиций». Он расскажет уже подробно про облигации, рублевые, валютные облигации. И закончит коллега Виталий из управляющей компании, расскажет про боевые инфраструктуры и фонды, и про то, как сейчас устроен бизнес управляющей компании «Открытие». Если у вас будут какие-то вопросы, я предлагаю, чтобы вы их задавали уже в конце. Мы выступим, я думаю, что выступление у нас займет примерно час. А дальше уже с удовольствием ответим на вопросы, которые вас интересуют. И еще большая просьба. У вас есть ангета обратной связи по текущему мероприятию. Оставьте, пожалуйста, обратную связь. Напишите пожелания, которые у вас есть. В следующий раз мы их обязательно учтем. И если есть у вас рекомендации, может быть, знакомые, которым также интересно, инвестиции в компании «Открытие», будем также рады, если поделитесь с нами такими контактами. Начать я хотел бы со слайда, который как раз-таки отображает то, как мы работаем с клиентами. Еще раз повторю, я работаю личным брокером, работаю с премиальными клиентами компании «Открытие». Мы занимаемся тем, что сопровождаем клиентов на фондовом рынке, отвечаем за формирование и введение инвестиционных портфелей. Соответственно, совместно с клиентами мы определяем финансовые цели, задачи и выстраиваем планы уже по их реализации. С клиентами мы находимся ежедневно на связи по всем интересующим вопросам, которые возникают у клиента касаемо рынка, инфраструктуры, различных событий. Мы максимально оперативно даем ответ. И работаем мы в формате полноценного консультирования, когда вы, соответственно, подключаете тарифный план в личный брокер или в адвайзере. И мы работаем с вашими активами внутри компании «Открытие». Также возможен формат разовых консультаций, когда ваши активы находятся вне контура группы «Открытие». Например, находятся активы в Сбербанке, в Альфа-банке, в ВТБ. Если вы хотите получить нашу экспертизу, получить от нас обратную связь по своему инвестиционному портфелю, вы также можете к нам обратиться. Мы в формате разовой консультации расскажем вам, поделимся своим опытом. Соответственно, здесь представлен тарифный план. Комиссия за сделку на нашем тарифном плане составляет 0,25%. Также присутствует комиссия за управление, составляет 1% годовых, и комиссия с XSFI, которая взимается с чистой прибыли по принципу high watermark. То есть на данном графике показаны случаи, когда взимается с XSFI. Если мы с вами начинаем работать на этой точке, допустим, это 10 миллионов рублей, через квартал у нас в портфеле вырастает до 10 миллионов, 250 тысяч рублей в данном случае возникает с XSFI. Далее 10,5 миллионов, опять возникает с XSFI, 15%. В дальнейшем, если ситуация рыночная меняется и портфель снижается вниз, в следующий раз XSFI возьмем только тогда, когда ваш портфель обновит предыдущий исторический максимум. Теперь перейдем к, соответственно, инфраструктуре, к тому, соответственно, тем инструментам, с которыми мы сейчас можем работать, в связи с тем, что банк открытий и открытий брокер попал под санкции, и бизнес у нас разделился, соответственно, на две, так скажем, зоны. Первая – это зона, которая продолжает оставаться в рамках открытия инвестиций. Здесь мы можем работать с клиентами с российскими акциями, со всеми акциями, у которых осино начинается нару. То есть это акции и компании, которые зарегистрированы в России и листинг которых проводился в России, на московской бирже. Далее – это рублевые облигации, валюты и драгоценные металлы. О драгоценным металлам тоже хочу отдельно отметить, то, что открытий брокер – это первая компания в России, которая предоставила клиентам возможность покупать золото напрямую на бирже. Золото, купленное на бирже, хранится в НКЦ. И сейчас, скорее всего, мы даже предоставим клиентам возможность при желании это золото получать физически на руки. То есть золото – это также биржевой контракт, GLD Proop называется. Покупать его можно без комиссии. По сути, вы получаете экспозицию на валюту плюс экспозицию на золото. И при желании можете получить это золото физически. Далее мы работаем с клиентами на срочном рынке. Как раз-таки от АДР, ГДР российских компаний напрямую сейчас покупать не можем, но при желании мы можем открывать позиции таких инструментов через фьючерсы на московской бирже. Далее предоставляем клиентам размещение ликвидности посредством сделок репост СК. То есть размещаем деньги на ежедневный, либо на более длительный период, используя инструменты московской биржи. И также на этой неделе мы запустили вновь структурные продукты в рублях. Часть валютных активов наших клиентов перешли в инвестиционную палату. Мы ожидаем то, что в ближайшее время, также в формате инвестиционного консультирования, мы сможем работать с клиентами по зарубежным рынкам, уже используя платформу нашего партнера инвестиционной палаты. На текущий момент, кто является клиентом открытия, вам уже приходили брокерские отчеты по переведенным бумагам, информация о установке терминала КВИК. В ближайшее время появится возможность торговать с голоса, ну и мы ждем появления личного кабинета, где все это будет отображаться в удобно привычном для всех виде. Далее расскажу немножко про американский рынок. Здесь у нас представлен индекс S&P и NASDAQ. Понятно, что сейчас мы с этими инструментами работать не можем, но пару слов стоит сказать об американском рынке в том числе. То есть мы видим то, что с пиковых значений, которые у нас были в начале января, S&P снизился уже на 13-3%, а NASDAQ, психологический сектор, американский, вышел, по сути, медвежью зону, снизившись на более чем на 21%. На самом деле такое снижение произошло еще даже до начала сворачивания баланса ФРС, до поднятия ставки ФРС на полпроцента, которая ожидается на ближайшем заседании. И в условиях текущего замедления мировой экономики, высокой инфляции, то есть, по сути, у нас вступаем в период стакляции, когда темп экономического роста замедляется, при этом инфляция остается высокой, ФРС будет вынужден поднимать ставку, и на самом деле американский рынок может продолжить дальнейшие снижения, и у ФРС не так много осталось инструментов для того, чтобы эту ситуацию устойчиво контролировать. Поэтому, даже несмотря на то, что сейчас есть ограничения какие-то на рынке, мы все-таки предлагаем и ориентируем клиентов на российский рынок. К тому же, в связи с последними событиями, все-таки риск заморозки, блокировки иностранных активов, он существенен, и даже работать через инструментарий Санкт-Петербургской биржи, этот риск не стоит исключать. Далее общий взгляд на рынок российских акций. Поскольку у нас продолжается специальная военная операция, и, наверное, ни у кого нет ответа на тот вопрос, когда она закончится, мы считаем, что российский фондовый рынок до завершительных этапов, до начала каких-то конструктивных переговоров, может оставаться в такой стадии некого пессимизма. Но в случае начала каких-либо переговоров и позитива по этой ситуации, мы ожидаем то, что во второй половине года наш рынок может показать существенный рост. Соответственно, мы видели то, что неделю-полторы назад наш рынок очень сильно снижался, были очень сильные распродажи в Луколье, в Газпроме, непонятно по каким причинам. Чуть позже стало понятно, что начался процесс некоторой расконвертации наших депозитарных расписок, которые были на руках у нерезидентов, которые наши инвесторы покупали в Лондоне, и была продажа этих бумаг в открытии на рынке. То есть, видимо, какие-то брокеры нашли лазейки по возможности выпустить нерезидентов с нашего рынка, и это сейчас довольно сильно давило на рынок. И как раз-таки сегодня ЦБ, Центральный банк, выпустил указ, запрещающий это делать, либо ограничивающий такие возможности. Как только этот навес с рынка ушел, появился позитив, и два дня подряд рынок неплохо рос. Мы считаем то, что в текущих условиях, если вы формируете портфель на рынке акций, либо формируете портфель из российских облигаций, все-таки сейчас лучше придерживаться более широкой диверсификации по портфелю, потому что ситуация очень быстро меняется. Многие компании отказались от публикации отчетности за первый квартал. Соответственно, это усложняет для нас, для аналитиков, оценку компании, потому что мы не понимаем полностью, что происходит в бизнесе. Те же самые металлурги не раскрывали отчетности, причем не раскрывает отчетности компании, у которых есть очевидные проблемы, с одной стороны, а с другой стороны не раскрывает отчетности компании, у которой все хорошо, например, Фосагра. Компания является, наверное, бенефициаром текущей ситуации, которые используют дешевый газ для производства удобрений и продают их на мировом рынке, где сейчас цены на удобрения очень высокие. Соответственно, из позитивных моментов, что еще можно выделить, это то, что наш центральный банк сказал, что в фокусе теперь будет не только контроль над инфляцией в стране, но и также поддержка экономики. Соответственно, можно ожидать того, что реальные ставки в нашей экономике будут являться отрицательными. То есть, условно, при инфляции 12-14%, ставка ЦБ может быть 10-12% для того, чтобы стимулировать экономический рост, развитие промышленности, производство товаров, услуг, которые выбывают из рынка в связи с уходом иностранных контрагентов. Этот процесс будет позитивно влиять на экономику и на фондовый рынок. Как раз-таки на данном графике, соответственно, на индекс Московской биржи я наложил динамику ключевой ставки центрального банка. Она отображена оранжевым цветом. Соответственно, мы видим то, что в 2014 году был сильный рост ключевой ставки. Далее она постепенно снижалась на протяжении многих лет. Фондовый рынок в целом устойчиво рос. За исключением периода 2018 года, когда начали обсуждаться санкции на наш госдолг, были введены санкции на Русал. Дальше, соответственно, ковид. Тогда обрушились все финансовые рынки. Но и здесь тоже в ковид все ЦБ в мире снижали активную ставку, поскольку экономика остановилась и нужно было как-то стимулировать спрос. Фондовый рынок далее тоже активно восстанавливался. Сейчас у нас ситуация, конечно, отличается от тех событий, которые были в 2014 году. Все-таки экономика наша довольно сильно изолировалась от мира. Восстановление будет более долгим. Наверное, не стоит рассчитывать на то, что мы восстановимся за год. При покупке акций в текущих условиях все-таки лучше ориентируемся на более длинные горизонты. Это 2-3 года. Но процессы, опять же, смягчения денежно-кредитной политики в России, нормализации отношений, перестройки бизнеса, они так или иначе будут позитивно сказываться на капитализации нашего рынка. Особенно в условиях, когда, по сути, прекращен отток капитала из нашей экономики. Довольно сложно вывести деньги за границу. Деньги наших инвесторов, олигархов считаются токсичными во всем мире. Наверное, все-таки больше денег будет оставаться у нас в стране. И это тоже должно оказывать позитивное влияние на наш фондовый рынок. Далее тоже многих волнует ситуация касаемо курса валюты, курса доллара. Я, наверное, для себя на текущий момент отмечаю два сценария. Это первый сценарий, когда не будет практически введено никакое нефтяное эмбарго. Газ будет продолжаться, поставляться в Европу, по крайней мере, в существенных объемах в текущем году и в следующем. В таких условиях, наверное, мы можем ожидать стабилизацию валютного курса в диапазоне 72-77,5, может быть, 80. Более крепкий рубль не очень выгоден нашему бюджету. Ключевая ставка в таком случае может снизиться к 11-12% к концу года. Если же будет введено значительное нефтяное эмбарго, потоки валютной выручки, ну и, соответственно, продажа нашими экспортерами выручки на московской бирже снизится, здесь мы можем увидеть некое ослабление рубля в диапазон 80-86, ну и ставка, наверное, снизится уже не так существенно в этом году, может быть, до 14%. Какими тезисами мы руководствуемся при формировании весуна портфеля на российском рынке, именно отбирая акции? То есть, когда запускались торги в 20-х числах марта, мы делали фокус только на экспортеров, поскольку курс доллара тогда был около 100, даже чуть выше. Частично мы, даже по большей части, мы продолжаем сохранять экспортеров в своих портфелях. В первую очередь мы отбираем компании с солидным денежным потоком и с низкой долговой нагрузкой. Компании, которые имеют большую долю в мировой добыче и производстве, которых тяжело будет вытеснить с мировых рынков, вводя санкции, например, такая компания, как ГМК «Анерийский Никель», «Русал», «Авроса». Также отбираем компанию, у которой первичный рейсинг и регистрация в России. Это связано с тем, что такие компании могут выплачивать дивиденды, и у них не будут возникать инфраструктурные проблемы с выплатой этих дивидендов, потому что компании, которые загистрированы на Кипре, в Нидерландах, они сейчас не могут чисто физически это сделать, поскольку платежи не проходят через Евроклир. Смотрим на компании, которые могут проводить байбэк в текущих условиях, а госкомпании нам также нравятся, поскольку если ФНБ будет участвовать в рынке, в первую очередь будут покупаться госкомпании. Но и в условиях, соответственно, стабилизации курса на текущих значениях мы начинаем добавлять компании, работающие на внутреннем рынке, в свой портфель. И пока, соответственно, идет специальная военная операция, не устаканены дисбалансы в нашей экономике, мы все-таки считаем в таком базовом варианте, что в портфеле инвесторам необходимо держать акции и облигации в соотношении 50 на 50. Соответственно, тоже два этапа у нас было покупки акций. Первый – это компания, ориентированная на внешние рынки, так как наша экономика в этом году снизится на 10, по разным прогнозам, от 10 до 12 процентов. Мировая экономика будет расти, и компании, ориентированные на внешние рынки, они испытают меньше падения в своем бизнесе. Далее уже посредством стабилизации экономики мы смотрим на компании потребительского сектора, телекоммуникации, банки, истории долгосрочного роста, Яндекс, Озон, ВК и так далее. На данном слайде представлена доля России на мировых сырьевых рынках. То есть, если взять «Палладий», который производит ГМК «Анерийский никель», его доля на мировом рынке составляет 43%. Такую компанию невозможно исключить из мировых сыпочек поставок. «Алмазы», «Алросы» занимает 29% мирового рынка, по «Газу» мы занимаем 15%, по «Нефти» – 11%, по «Золоту» – 10%. Скажите, пожалуйста, «Калий» и «Титан» – это какими, я с виду, компаниями? Ну, у нас есть компания «Уралкалий», но она сейчас не публичная. Среди публичных компаний, если я не ошибаюсь, у нас таких представителей нет. А среди «Титана»? Среди «Титана» есть компания, по-моему, которая как раз-таки является поставщиком «Боинга», «Ависма». Вот, они, в принципе, торгуются на бирже, но акции довольно неликвидные. Это прям третий-четвертый эшелон нашего рынка. Здесь, соответственно, примерный портфель, который мы можем рекомендовать своим клиентам для покупки. И повторюсь, что это не является индивидуальной рекомендацией, но примерный ориентир, то, что мы сейчас добавляем, вы можете увидеть на данном слайде. То есть нам продолжать нравится «Газпром». Мы считаем, что компания, наверное, одна из немногих, которая сможет порадовать акционеров хорошими дивидендами в этом году. Нравится также «Лукойл», потому что компания очень сильно провела прошлый год. В компании скопились большие резервы, которые будут направлены либо на дивиденды, либо на пайбэк. В условиях ограничений по инвестициям, какие-то новые проекты. И когда Россию вытесняют с различных нефтяных рынков, наверное, нет смысла сейчас много денег инвестировать в какие-то новые мощности. То же самое касается «Татнефти». МТС с высокой вероятностью продолжит платить хорошие дивиденды, поскольку в этом заинтересована их материнская компания «ФК-система». Ну и далее «Русал». ГМК «Нарийский никель» — это более такие защитные истории. Экспортеры, которые не попадают у нас под санкции. Распадский производитель как сущность угля, который сейчас продается в Азию по очень хорошим ценам. «Сбербанк» — система компаний на восстановление нашей экономики. «Фосагра» — тоже более защитная история, так же как ГМК «Ирусал». И «ДВНП» — это дальнее восточное морское пароходство, компания, через который сейчас будут проходить большие объемы поставок сырья и прочей продукции на рынке Азии. То есть бизнес «ДВНП» может кратно вырасти в текущей трансформации нашей экономики. Расскажите, пожалуйста, первый путь «Газпром» — это расчеты на основе компании «Газпром», «Газпромнефть» или «Совокупности»?» Нет, это исходя из консолидированной отчетности «Газпрома», как самого «Газпрома», так и дочерни компаний. То есть совокупность? Да, то есть по прошлому году дивиденд, если они заплатят 50% чистой прибыли, согласно дивидендной политике, дивиденд может быть 46 рублей, это даже консервативно по факту, он может быть и больше. Но в связи с текущими условиями, если у «Газпрома» будет начать какой-то новый капекс, существенный, например, прокладка нового трубопровода в Китае или в Падкистан, дивиденды могут быть менее высокими. Но даже если это будет 30 рублей, то при текущих условиях, при текущих доходностях по УФЗ это будет довольно-таки интересно. Опять же, как альтернативу покупке, прямой покупке акций можно рассмотреть структурные продукты. На данном слайде представлен структурный продукт с вестирным купоном. Он позволяет заработать в условиях бокового движения на рынке. Мы понимаем то, что сейчас идет спецоперация и, наверное, пока она не завершится, каких-то массивных покупок на рынке происходить не будет. В данном случае мы предлагаем клиентам оформить структурный продукт на один из базовых активов. Это акции «Газпрома», «Сбербанка», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» либо ГМК «Норильского никеля». И если этот продукт оформляется на 50 дней, то за этот период, за 50 дней в абсолюте, клиент может получить по «Газпрому» 6,7% на вложение по «Лукойлу» 4,7, по ГМК «Норильскому никелю» 5,41. Далее через 50 дней возможны два варианта развития событий. Если акции стоят выше, чем текущая цена, и здесь мы выбираем страйк, здесь желтым отмечен плюс 1%, то есть текущая цена, берется текущая цена на рынке на момент оформления продукта плюс 1%. Если цена через 50 дней оказывается выше, то клиент получает возврат своих вложений плюс купон 6,7%. Если цена оказывается ниже, то клиент также получает купон 6,7%, при этом по цене на момент оформления продукта плюс 1% он покупает акции. Но получается, что он, если взять момент сейчас, также просидел в акции «Газпрома» 50 дней, но за этот период получил купон 6,7%, что в принципе неплохо. То есть риск этого продукта в том, что рынок может сильно вырасти, и тогда вы останетесь без бумаг, а получите просто купон 6,7%. Но 6,7% в текущих условиях на два месяца относительно неплохая доходность, на мой взгляд. Далее коротко расскажу про аппликации, подробнее про них расскажет уже мой коллега Владимир. Здесь представлен индекс RGBI, это индекс, отражающий динамику цен российских ОФЗ. Мы видим то, что он уже восстановился на уровне, которые были до спецоперации. Про рынок акций такое сказать нельзя. И по ОФЗ с разными сроками погашения, даже ближний, средний, дальний конец, мы видим, что доходность уже находится на уровне 10%. На текущий момент на рынке ОФЗ практически нет продавцов, находятся там физические лица, ну и по большей части банки. Вот рынок пребывает в таких, наверное, тепличных нескольких условиях. И на мой взгляд, если смотреть на облигации, то более интересные корпоративные облигации. Здесь вот тоже представлен перечень корпоративных облигаций. Например, компания ПИК, самолет, крупнейшие застройщики, являющиеся системообразующими предприятиями России, обеспечивают доходность на уровне 16-19%. Погашение бумаг произойдет через 2-3 года. Компания, например, Софтлайн, которая перепродает программное обеспечение. Майкрософт, Адоба, многие другие компании работают не только в России, но и на рынках СНГ, Азии. Ее облигации дают доходность в 24%. Более такие надежные истории Сегежа, лесопромышленный холдинг, Белуга, Бинофарм, фармацевтическая компания, Positive Technologies, кибербезопасность, обеспечивают доходность на уровне 14-15%. То есть, на мой взгляд, если подходить к подбору облигаций, интересны сейчас корпоративные участники. Но здесь тоже следует придерживаться широкой диверсификации, пока стабилизация в нашей экономике не произошла. И в конце тоже хотел бы рассказать вам про структурный продукт на акции. Кто работал с структурными продуктами, представляет, что это такое, как этот продукт работает. Базовыми активами в данном структурном продукте являются российские акции, это Сургут, Нефтегаз, Газпром, Порюс, Золото, ГМК, Норильский, Никель и МТС. Продукт оформляется на три года. Клиент ежеквартально получает купонную доходность, исходя из 25% годовых. Доходность выплачивается в том случае, если ни одна из акций не снизилась более чем на 15% от цен на момент оформления продукта. Далее возможны разные сценарии. Самый позитивный сценарий – это получение купонов за три года, то есть 25 умножаем на 3, получаем 75% абсолютной доходности и возврат предначальных средств. Самым негативным сценарием является, наверное, тот случай, если какая-то из акций уходит ниже купонного барьера и за весь период вы не получаете купоны, либо получаете их не полностью. И на момент завершения продукта, если одна из акций у вас находится ниже защитного барьера, ниже 65% от момента оформления продукта, то здесь у вас будет получен убыток 35% от предначальных вложений. Продукт, у кого не было опыта работы с трудными продуктами, может быть сейчас сложно понять, во время презентации сложно объяснить, лучше индивидуально обратиться к менеджеру и обсудить уже, соответственно, персонально, как он устроен. В принципе, на какую-то часть портфеля его можно также рассмотреть, в случае, если вы являетесь коллекционным инвестором. На этом у меня все. Я тогда передам слово своим коллегам Владимиру. Он расскажет уже более подробно про облигации.